Самуэль Решевский родился 6 ноября 1911 года в польском Азаркуве в ортодоксальной еврейской семье. Сэмми рос настоящим гением. Пять лет он, подобно Капабланке, выучил правила, наблюдая, как играют отец с другом семьи. А потом сел за столик и обыграл обоих. Вскоре Самуэль стал сильнейшим игроком Азаркува, и отец отвез его в Лодзь, крупный город с шахматными традициями. Там родителям мальчика подсказали начать коммерческую деятельность. Шестилетний ребенок в матросском костюмчике давал сеансы взрослым, собирая просто море зрителей. Ребенок проехался по всей Польше, а потом начал давать сеансы в Европе. Например, в Голландии он победил местных игроков со счетом 18-2. Единственную победу среди участников сеанса одержал будущий чемпион мира Максейва. С Решевским с удовольствием встречались известные врачи и психологи. Политики и губернаторы, репортеры буквально устраивали за ним охоту. А место в сеансе с Решевским зачастую стоило уже недешево. На волне невероятного успеха своего чада Решевские отправились за океан в США и в 1920-м приехали в Нью-Йорк. Началось двухлетнее беспрецедентное турне от запада США до востока и от юга до севера. Бывало, что зрители не помещались в зал, их собирались тысячи человек посмотреть на это маленькое чудо. Наверное, никто до Фишера и Синкфилда не сделал столько для популяризации шахмат США, как совсем маленький Решевский. Разумеется, такая популярность маленького Сэми нравилась далеко не всем. И в прессе начали появляться мастера голосов, что 11-летнему гению неплохо показать бы свою силу в турнирах со взрослыми. Однако с первой попытки мальчик сыграл средне, хоть и обыграл экс-претендента на первенство мира Давида Яновского. Тут судьба Решевского круто изменилась. Его взял под покровительство крупнейший торговый магнат и шахматный меценат Джулиус Розенвальд, который позднее будет известен проведением крупных шахматных турниров. Розенвальд сказал родителям, что мальчик гений, но ему 12, а он ни разу не был в школе. И взял на себя все затраты по его обучению, чтобы Сэми вырос гармоничной личностью. С выступлениями, пока была покончена, Решевский взялся за учебу. За полгода с репетиторами прошел программу средней школы и был принят сразу в старшие классы. А еще через несколько лет поступил в университет на отделение бухгалтерского учета. И учеба, студенческая жизнь захватили его целиком. За эти годы Самуэль сыграл лишь считанное количество турниров и без особого блеска. Помог случай. Однажды перед поездкой на чемпионат западного побережья, сильнейший игрок Чикаго с характерной фамилией Фактор, предложил Решевскому поехать с ним. И Сэми согласился. А в итоге занял первое место. Потом победил еще раз. Еще в одном турнире. Вошел во вкус. И вскоре уже бился в одном соревновании с самим Александром Алехиным. Интересно, что отличавшийся в детстве легкостью игры в молодости и до конца жизни Решевский стал жутким цветочеком. Позднее Роберт Фишер писал, что считает своего американского предшественника таким великим игроком именно потому, что тот добился невероятных успехов, совершенно не зная дебютов. Порой Решевский начинал думать буквально с первых ходов, хотя сам утверждал, что наибольшее количество времени у него отбирает разработка глубоких планов. Молодой человек долгое время находился на распутии. Идти в шахматы или работать по специальности. Знавшие Решевского люди утверждали, что в пользу шахмат сказалось начавшееся соперничество с другим американским титаном Ройбеном Файн. Долгое время Сэмми и Ройбен били за то, кто станет шахматным лидером США. Зачастую Решевский любил спрашивать, а сколько раз Файн становился чемпионом Штатов? И сам отвечал, ни разу. Потому что все эти турниры выиграл я. Конечно, все эти триумфы доставляли ему невероятное внутреннее удовлетворение. Если тебе на роду все-таки написано стать великим шахматистом, то свернуть крайне трудно. Маленького роста, образованный и внешне интеллигентный, с эскетичной внешностью и рано полысевший, он превращался за доской и вопросов, косявшихся ее, в бойца, сражавшегося до конца и использовавшего буквально все шансы. Мог не вполне корректно по несколько раз предлагать ничью в своих вечных цейкнотах. Давил на финансовых покровителей с шахмат США. Требовал от организаторов четко отстаивать религиозные вопросы. Он соблюдал шаббат и не всегда мог садиться за доску. Почему-то считается, что на молодого Фишера больше всего повлияли советские гроссмейстеры. Нет, на мой взгляд, зачастую поведение Бобби было, конечно, гипертрофированным поведением Решевского. А на кого еще он мог столько смотреть и учиться? В 1935 году Решевский побеждает на сильном турнире в Маргите, к тому же обыграв в личной встрече Хосе Рауля Капаблан. Все 30-е годы он находился в обойме сильнейших шахматистов мира, но добиться крупнейших успехов на соревнованиях в Лентингеме или в Аваро-турнире ему не удалось. Увы, Решевскому приходилось совмещать турнирные выступления с работой в банке, и Сэмми не мог толком подготовиться к важнейшим турнирам. Может и не хотел. Однажды к нему домой приехали журналисты и попросили показать какую-то свою лучшую партию. Но оказалось, что у Решевского есть только карманные шахматы для анализа отложенных позиций, на которой, к тому же, не хватало одной из фигур. Конечно, для съемки на большую камеру это все выглядело довольно забавно и смешно. Супер-турниры того времени, когда с одной стороны были Титаны, Капабланка и Алехин, а с другой стороны напиравшая молодая волна, складывались для Решевского тяжело. Тот же Аваро, он начал с трех поражений, но потом на волевых сумел вырваться в полтине. Да, Решевский никогда не рассыпался, всегда бился до самого конца. И в тех же своих цитнотах ему зачастую удавалось перестучать лучших шахматистов своей эпохи. Наверное, в этом плане такого феномена не появлялось до Виктора Коршнова. Ботвинник говорил о нем. Мастер ближнего боя. Прекрасно считает на два-три хода, готов играть любые позиции и этим напоминает Ласкера. Ловко запутывает игру, прекрасный практик. Работает фантазия и Эншпель обычно ведет с большим напором. Но тут началась Вторая мировая война, во время которой Решевский сконцентрировался на семье и работе, изредка выигрывая матчи у ведущих американских маэстро для поддержания формы и вновь опережая файна в чемпионатах США. А после войны он, по сути, оказался единственным игроком, кто противостоял на международной арене советской шахматной школе. Здесь Решевскому пришлось совсем непросто. Он не реализовал все свои шансы на матч-турнире 1948 года и в итоге финишировал лишь за спинами Ботвинника со Смысловым. Хотя опасность от гостя из-за океана сохранялась до конца. Михаила Моисеевича даже вызвали в Кремль и настоятельно предлагали, что другие советские участники будут проигрывать ему на ручку. Ботвинник, по его воспоминаниям, отказался наотрез, однако мы никогда не узнаем, что же действительно тогда случилось. Ведь Кереса Ботвинник в том матч-турнире поверг четыре раза подряд. Решевский, например, не поехал в Будапешт 1950 на первый претендентский турнир. То ли запрещение госдепа США, ну куда, в коммунистическую страну, где сейчас власти красные. То ли боялся, что его по старым польским документам вообще могут забрать в армию. Спустя три года советская сторона играла против Сэми-командой. Страшно боявшийся победы в претендентском турнире, руководитель советских шахманов Дмитрий Постников строил заговоры, вывозил сотрудникам КГБ ведущих советских игроков на проработку и требовал от них бороться изо всех сил с Решевским и при этом не ставить палки в колеса лидеру Василию Смыслову. Что оставалось ему в плане борьбы за мировое первенство? Например, набравшая популярность матча СССР-США, в последнем из которых Сэми наконец удалось нанести поражение чемпиону мира Михаилу Ботвиннику. Встречи с Решевским в целом складывались для Ботвинника непросто. Хотя на руку патриарху советской школы сказывалась и лучшая подготовка и более практичный в плане расхода времени стиль игры. И в этот момент Решевский смело напрямую обратился к советскому лидеру Никите Хрущеву. Дайте мне сыграть с Ботвинником напрямую, без всяких этих отборов, когда я фактически один, а советские игроки сражаются против меня как одно целое. Ответа, разумеется, напрямую не получил, хотя Советская Федерация предложила поединок с Бронштейном, который не состоялся из-за венгерских событий. Да и матчи СССР-США по странному совпадению вдруг прекратились. Стоит отметить, что в другом из вот этих матчей сверхдержав Решевский разошелся 2-2 с Василием Смысловым, на время отбиравшим корону Ботвинника. Он оставался чемпионом остального мира, ревностно относясь к тем, кто стремился забрать его место. Сразу следовал вызов на матч. Решевский обыгрывал в поединках и Мигеля Найдорфа, и Свитозера Глигоряча, и Пала Бенка, и других сильнейших западных гроссмейстеров того времени. Бывшему вундеркинду стукнуло уже 50 лет, когда на американском небосводе зажглась звезда Бобби Фишера. Матч Решевский-Фишер 1961 года за звание абсолютного чемпиона США завершился жутким скандалом и привел к десятилетнему расколу в американских шахматах. Старый и новый лидер отказывались вместе играть за национальную сборную, и только на матче века 1970 года Бобби и Сэмми помирились, сражаясь вместе против сборной СССР. На склонные лета Решевский начал играть уже более практично и уже уделял внимание изучению теоретических альманахов. Теперь ведь он вел борьбу с беспощадным временем и совсем не хотел в ней сдаваться. В 53 года он выходил в межзональный и делил выходящее место с Лаэшом Портишем, но проиграл Венгру дополнительный матч. Потом в 56 отобрался на межзональный в СУС и оттуда в жуткой страшной борьбе через матч-турнир с самими Леонидом Штейном и Властемилом Гортом, одними из сильнейших шахматистов мира, квалифицировался в матче претендента, где его только в четвертьфинале сумел остановить такой титан, как Виктор Корчной. Решевский участвовал в межзональных турнирах 1971-1973 годов и нигде не выглядел мальчиком, то есть дедушкой для битья. Почти 60-летний ветеран вошел в сборную мира на матч века против сборной СССР и на шестой доске сыграл три партии с отсчетом полтора на полтора против Смыслова. Если бы не шаббат и не замена из-за этого Решевского на Олафсона в заключительном поединке, кто знает вообще выиграла ли бы советская команда, то историческое состязание. Решевский вышел на пенсию и продолжал колесить по свету, даже когда во второй половине 70-х перестал попадать в сборную США. И даже будучи уже за 70, выигрывал сильнейшие турниры, на которых он неизменно появлялся в своей знаменитой кепке, которую, как Решевский однажды сказал Ботвиннику, не снимал даже ночью. В 1991 году товарищеский матч в Москве между 70-летним Смысловым и 80-летним Решевским закончился в ничью со счетом 2-2. Американец строил большие планы, снова собирался сыграть в чемпионате США и бросить вызов кому-то из молодых американских гроссмейстеров. После распада советского блока собирался посетить историческую родину в Польше. Помните, как насытился тогда шахматами много лет тому назад 12-летний гений и оставил пока игру ради учебы. А стоявший на пороге девятого десятка мужчина жаждал садиться за доску снова и снова. Увы, тут у Решевского не выдержало сердца, так жарко бившаяся в цветотных сватках с чемпионами мира. Только представьте себе, от Эммануила Ласкера до Анатолия Карпова.